Здравствуйте, коллеги! Наша сегодняшняя тема – это уровень ТРКИ-4, субтесты, письмо и говорение. Как подготовить к ним наших учеников и кого уже стоит отпустить на тест этого уровня. Поскольку у нас уже такая постоянная компания, постоянная публика на наших вебинарах, я не буду останавливаться на информации о нашем университете, вы все о нас знаете. Напомню только, что мы уже очень давно занимаемся преподаванием русского языка как иностранного, и, собственно, это помогает нам разрабатывать наши тесты. У нас очень давние традиции. Что можно сказать о центре тестирования? На всякий случай напомню, что мы проводим не только ТРКИ в разных странах мира, но также мы проводим в нашем центре тестирования, здесь в Петербурге, 24 вида экзаменов по разным языкам мира, в том числе по восточным языкам. И у нас, к счастью, есть такая вот возможность знакомиться с открытыми материалами разных тестов и общаться с коллегами. И мы весь наш опыт собираем для вас, чтобы им делиться. На всякий случай напомню, как выглядит сертификат. И вот сертификат государственного образца единой формы, и к нему прилагается справка с результатами, с результатами по каждому субтесту. Итак, напоминаю, что у нас 6 уровней ТРКИ в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком CFR, и четвертый сертификационный уровень, самый высокий и самый последний. Дальше это только, наверное, не знаю, очень несовершенное владение русским языком. И действительно уровень C2, ТРКИ-4, это совершенное владение языком, и говорят, что это уровень носителя. Но дело в том, что над определением носителя языка мы как раз сейчас работаем, и могу сказать, что здесь не все так просто. И мне бы хотелось отметить, что вот уровень ТРКИ-4, уровень C2, это скорее такой вот читающий и внимательный к языку носитель. Потому что мы прекрасно понимаем, что даже у носителя языка компетенции в языке очень-очень разные. Кому требуется сертификат об уровне C2, ТРКИ-4? Сертификат требуется преподавателям русского языка, работающим за рубежом. Но это опять же зависит от того, какие требования предъявляет работодатель. Переводчикам и переводчикам в гуманитарной сфере, потому что техническим переводчикам часто достаточно уровня C1. Переводчикам, которые работают с текстами гуманитарного характера, требуется часто C2. И также журналисты, которые непосредственно пишут статьи, работают в журналах, они также должны очень хорошо владеть русским языком. И в зависимости от специфики работы, они также иногда должны иметь сертификат C2. Нас часто спрашивают, достаточно ли сертификата C2 для преподавания русского языка? Достаточно ли это для того, чтобы стать переводчиком? В сертификате не написано, что он дает право преподавания. То есть это часть пакета документов, которые нужно иметь для оформления на работу. Что должны уметь кандидаты на уровне C2? Они должны работать с любыми видами текстов. То есть они должны их понимать, они должны писать самые-самые разные тексты. И также они должны уметь общаться в очень разных сферах общения. Эти кандидаты на C2 должны хорошо чувствовать стилистику языка, различные смысловые оттенки. Также они должны уметь передавать различные стилистические смысловые оттенки. Это очень важный момент. Они должны понимать и создавать сами тексты различных жанров. То есть как письменные, так и звучащие тексты. Также экспрессия у нас начинается на уровне C1. Но на уровне C2, естественно, выражение экспрессии распространяется уже на самые глубинные элементы текста. Также очень важно на уровне C2 уметь ориентироваться в таких специфических российских бытовых реалиях. То есть это различные особенности быта. Потом общественное мнение по различным вопросам. Дело в том, что все это очень помогает при выполнении, например, заданий по чтению, при выполнении заданий по говорильному письму. И, собственно, понимание текста практически невозможно без знания реалий на этом уровне. И я бы сказала, что определяющая такая вот доминанта уровня C2 – это умение создавать тексты воздействующего характера. То есть тексты, в которых, может быть, для публичных выступлений, для того, чтобы увлечь слушателей, построив текст таким образом, чтобы донести до них какие-то такие вот эмоциональные какие-то флюиды. И также, может быть, умение адаптировать речь для различных категорий слушателей разных возрастов, разного социального статуса. Вот как раз это доминанта уровня C2. Итак, субтест «Письмо» на уровне C2. Что он из себя представляет? Во-первых, что нужно уметь писать? Нужно уметь писать статьи самые разные, в том числе критического характера. Это может быть как статья на какую-нибудь техническую тему. Это может быть статья, например, описание проекта. А также нужно уметь создавать критические тексты, посвященные различным художественным произведениям. Конечно же, нужно писать эссе. И также на этом уровне наш ученик должен уметь писать истории из жизни. Таким образом, чтобы передать не только фактическую информацию, но еще и эмоциональный фон с помощью различных стилистических средств. Понятно, что не каждый пишущий у нас литератор, но тем не менее, в рамках такого, если необходимо рассказать историю, то он сделает так, что у нас, в принципе, будет эффект присутствия даже. Характеристика языка какая? Вот как пишет наш ученик на уровне С2? Во-первых, он использует практически все функциональные стили и подстили. То есть, если на уровне С1 он должен был уверенно использовать различные стили, то, собственно, если мы говорим об уровне С2, то здесь уже появляются подстили и различные очень тонкие граны между текстами. Орфография и пунктуация у нашего ученика уже на этом уровне должны быть хорошими. То есть, он практически не делает ошибок. А если он и делает ошибки, то в каких-нибудь очень редких, нечастотных формах. Может быть, это какие-нибудь устойчивые выражения, которые редко используются. Но вот в каких-нибудь таких вот вещах, где и носитель, возможно, засомневался бы. И также пишущий на уровне С2 хорошо использует композицию текста. То есть, он выделяет главное, пользуясь различными способами построения текста. Но вот если мы хотим, например, написать статью, увлечь кого-то или убедить в чем-то, то мы знаем, что все зависит от того, каким образом мы эту информацию расположим. Итак, у нас есть вопрос по поводу общественной мнения по актуальным вопросам. Ну, например, поскольку мы говорим об уровне С2, то какие у нас могут быть актуальные вопросы? То, о чем говорят в новостях. То есть, то, что вот сейчас на слуху в новостях. Например, те же самые обсуждают, да, там, коронавирус, нужен карантин или не нужен. Потом отношение к публичным персонам, например. То есть, вот такие вот вещи. Потому что, ну, например, бывает, да, открыли газету, и нужно знать, кто этот человек примерно хотя бы, да, о ком идет речь. Вот, поэтому, вот, собственно, нужно знать, о чем сейчас говорят в России, и что примерно об этом говорят люди. Лариса, эссе, ну, если мы традиционно говорим о сочинении в российской традиции, то часто это может быть сочинение по литературному произведению. Вот, и в сочинении мы, наверное, больше ссылаемся на идеи, может быть, так сказать, авторитетных авторов. Вот, а эссе – это такая более западная форма, и там нужно по большей части выражать свое мнение по какому-то вопросу. Итак, что входит в субтест письмо? У нас три задания, которые выполняются в течение одного часа двадцати минут. И задание один – это написание тезисов для выступления на мероприятии такой вот какой-нибудь общей социальной тематики. То есть, мы не отправляем наших кандидатов на мероприятия узкоспециального характера. То есть, там будет что-нибудь такое, вот вы увидите, связанное с какими-то всем, ну, практически всем известными вещами. Неформальное письмо-рекомендация, задание два. То есть, это письмо другу, но такое вот, в котором присутствует какая-нибудь аналитика. И задание три – это лицензия на художественное произведение. Итак, к каждому заданию прилагается инструкция. И в этой инструкции, то есть, эта инструкция, как такой краткий технический паспорт к заданию, всегда говорится, какой там будет, какой нужно написать тип текста и какой будет объем текста. В типовом тесте, который, к сожалению, уже не новый, как вам известно, в нем также есть эти инструкции. То есть, при подготовке учеников вы можете с этими инструкциями ознакомиться вместе с учеником. И, так сказать, ученик должен узнать, о чем там написано, чтобы потом не тратить время на чтение всего этого. Иначе получается, что драгоценное время от субтеста уходит на знакомство с инструкциями. Какую информацию мы здесь извлекаем? То есть, во-первых, здесь написано жанр, тензисы, а во-вторых, объем, сколько нужно написать. Итак, пример задания один. Сейчас примеры, которые вы видите, они у нас из открытого варианта тестов. То есть, типовой тест устарел, у нас долгое время не было открытого варианта, который мы бы могли показать нашим коллегам. Но мы разработали демо-вариант, демо-версию. Сейчас он проходит редактирование последнее и будет размещен на сайте после этого. И вот как раз оттуда-то у нас и примеры для вебинаров. И вот легенда задания один. Вас приглашают выступить в сообщении в интернациональном клубе. Выберите одну из тем. Традиционный Восток и страны западной ориентации. Вопросы взаимопроникновения культур. Волонтерская организация в России и за ее пределами. Экологические проблемы от региональных до глобальных. То есть, предлагается на выбор несколько тем. Анжелика, здесь, вот я сейчас скажу, что за тезисы имеются в виду. Посмотрите, здесь прилагается план, по которому можно писать эти тезисы. Говорится о том, что нужно сначала описать положение дел в странах и регионах, например. Или это может быть описание проблемы. Потом отношение к проблеме общественной, какие-то тенденции в плане этой проблематики. И может быть тенденции по этому вопросу и по этому явлению. Потом причины возникновения тенденции или причины возникновения проблемы и перспективы развития. Имеется в виду тезисы, которые мы пишем, подавая заявку на конференцию. То есть, это такая небольшая статья, в которой мы описываем содержание предстоящего доклада. То есть, то, что мы пишем на конференцию. И проблема часто бывает в следующем. То есть, наши кандидаты не все знают, что такое тезисы. Потому что форма подачи заявок на конференции немножко разная. И это по-разному называется. То есть, где-то это, в английском традиционно называется абстракт. Потом, где-то тоже свои такие нюансы. Но мы имеем в виду тезисы на конференцию. То есть, это должен быть связанный текст, статья, вроде той, которую мы в качестве заявки подаем. Которая потом будет рассматриваться организаторами конференции. И вот здесь нужно написать связанный текст. Если вдруг тема, которая предлагается, незнакома. То есть, мы предлагаем несколько тем на выбор. Но бывает, что вдруг кандидат по этому вопросу не думал об этом. Не читал он по этому поводу ничего. Я предлагаю такую хитрость. В принципе, на уровне С2 прочитано уже много разных текстов. Кандидаты уже достаточно много смотрели различных видео на русском языке. Телепрограмм разных роликов, видео в интернете. И, в принципе, можно известную уже информацию каким-то образом связать с этими темами. То есть, нужно подумать, как это сделать. И вот для подготовки к этому заданию нужно всегда иметь в запасе ряд каких-то таких тем общественного характера, которые кандидат знает хорошо. Чтобы их можно было бы связать. Ну, часто это международные отношения, какие-нибудь там тоже проблемы экологии. Вот сейчас там тоже наверняка потом будут темы по поводу вируса и карантина. И что хотелось бы предложить в качестве подготовки. Можно взять примеры тезисов. То есть, в интернете есть тезисы, которые, допустим, ну, они опубликованы. Есть просто примеры тезисов, потому что вопрос, как писать тезисы на конференцию возникает не только у наших кандидатов, но и, допустим, у студентов и аспирантов, которые только начинают свою там научную карьеру. И поэтому примеров тезисов довольно много. Предлагаю брать тезисы экономистов и социологов, потому что у них они самые такие вот интересные и часто бывают очень актуальные и подходящие для наших целей. Далее задание 2. В задании 2 нужно написать текст объемом 150-200 слов, связанный текст, посвященный... Связанный текст – это письмо, посвященное морально-этическим проблемам поведения человека в обществе. И это письмо адресовано какому-нибудь знакомому. И легенда такая. Вот чаще всего это что-то связанное с посещением других стран. Например, ваш русский друг, коллега, знакомый или знакомая едет в вашу страну работать. Напишите письмо и дайте рекомендации. Вот как себя в этой стране вести? Какие есть особенности взаимоотношений в рабочем коллективе? Какие есть тоже, может быть, особенности административные? То есть не просто, например, у нас хороший город, мы тебя очень ждем, и у нас хорошие зарплаты, например. А нужно расписать по предлагаемому плану. То есть мы всегда предлагаем план для того, чтобы не было у нашего кандидата такого страха чистого листа, что вот он увидел, и он должен сам придумать, что он будет писать. Мы предлагаем план. То есть, в принципе, если ему следовать, то как раз можно написать очень хороший текст нужного объема. И вот какой это текст по жанру? То есть мы представляем себе, что это что-то в духе, ну я не знаю, рекомендации путешественникам, журнала Космополитен, например. То есть вот в легком жанре, без каких-либо таких вот, без анализа экономической ситуации в стране, или там каких-нибудь сложных культурологических аналитик, то есть здесь вот текст просто вот, ну как пишут такие вот развлекательные журналы. То есть что-то такое вот легкое, но при этом нужно осветить различные такие бытовые и официальные, и какие-то особенности, может быть, ну действительно экономические, вот немножко затронуть, если это требуется, не углубляясь в аналитику. Я своим студентам всегда рекомендовала читать такие рекомендации из таких вот легких журналов, из глянцевых журналов, там как раз вот то, что нужно. И в задании 3 нужно написать рецензию на художественное произведение. То есть это может быть или литературное произведение, или это может быть спектакль, или это может быть фильм. И в типовом тесте говорится о том, что это будет какой-то видеосюжет, который будет демонстрироваться на тестировании, и нужно будет его проанализировать. Но дело в том, что мы в последнее время этого не делаем. Мы просим написать критическую такую статью на тему художественного произведения, которое кандидат прочитал сам и хорошо его помнит. И вот нужно обязательно пересказать основное содержание. Потом нужно придерживаться определенного стиля. То есть вот либо от имени автора текста рассказать, либо вот от имени пишущего интерпретатора. То есть нужно выбрать вот этот способ повествования. И вот здесь на самом деле нужно просто заранее продумать, как это будет написано. Нужно прочитать критические статьи. Но это не обязательно должна быть профессиональная критика, которую пишут именно люди для специальных журналов по киноведению. То есть можно взять, например, критические статьи из таких вот более-менее серьезных сайтов, посвященных кино, например, посвященных событиям. То есть как только появляются новые фильмы, появляется критика. И можно, в принципе, найти что-нибудь подходящее и написать что-то похожее. Какую ошибку иногда допускают наши кандидаты? Они просто пересказывают текст, который они прочитали. Или они просто пересказывают фильм. Это неправильно, потому что это не просто пересказ. Здесь нужно обязательно дать анализ вот этого произведения, оценить структуру произведения, оценить тоже язык. То есть как это делают критики. То есть где-то может быть действительно, так сказать, негативно высказаться, где-то позитивно. И здесь тоже нужно представлять себе, что все-таки это должно быть произведение достойное критики. Но, с другой стороны, из какого-нибудь бульварного романчика можно тоже сделать очень даже неплохое, третье задание, написать неплохой текст. То есть обязательно приводится аналитика. Обязательно. Лейла. Можно дать публицистический текст, но здесь, понимаете, это должно быть произведение, которое такое достаточно... То есть то, к которому можно представлять критическую статью. То есть вот по каким произведениям пишутся критические статьи. Естественно, для того, чтобы с этим заданием хорошо справиться, нужно хорошо знать, как называется по-русски, все, о чем будет писать наш кандидат. То есть здесь не обязательно должно быть произведение, допустим, русского искусства, но если мы выбираем какой-нибудь фильм иностранный или книгу иностранную, нужно обязательно знать, как она называется по-русски, как там зовут персонажей. Потому что Ганна Станиславна рецензия может быть в зависимости от мнения кандидата. То есть если он хочет о чем-то высказаться негативно, то он может это сделать. Он может дать и положительную рецензию. То есть это, в принципе, неважно. Это все зависит от выбора кандидата. Наталья, в рецензии есть оценка. То есть не обязательно. Но мы представляем себе, что есть такие вот очень сугубо оценочные рецензии, а есть рецензии, в которых высказывается как-то более-менее нейтрально мнение пишущего. То есть если берем иностранное произведение, нужно знать, как, что называется по-русски, как кого зовут, как зовут автора, как было переведено название на русский язык. То есть определенная такая вот работа. Субтест «Говорение». В субтесте «Говорение» у нас три части, 11 заданий, и субтест длится примерно 50 минут. То есть, ну, как вы уже поняли, на «Говорение» понятно, что мы даем, мы указываем время, но это все такой вот плюс-минус, ну, скорее минус. И в эти 50 минут также входит подготовка к заданиям, которые выполняются с подготовкой. Какие там будут типы заданий? Возражения в ответ на реплики теста, участие в диалогах, разъяснение понятий различным категориям слушателей, ролевая игра, игра автор текста и редактор, выступление на радио или на телевидении с целью представить свою организацию. И вот мы начнем, прежде чем мы начнем говорить непосредственно о заданиях, хотелось бы просто рассказать, что, как должен говорить наш ученик, наш кандидат на уровне ТРКИ-4, на уровне С2. То есть, как я уже сказала, здесь доминанта воздействия на публику, воздействия на слушателей с помощью стилистических средств, с помощью построения текста, адаптация речи для различных категорий слушателей. Потом тоже различные тактики общения. То есть, допустим, тактика общения, которая требуется для публичных выступлений, которые требуются для диалогов, для самых разных ситуаций. И также, ну понятно, что не каждый человек оратор, но тем не менее, то есть основные риторические приемы он может уметь использовать. И обязательно выбранные стилистические средства, выбранные стилистические средства уместны. То есть, они соответствуют ситуации общения. Вот здесь, вот уже на уровне С2 ошибок делать нельзя. Итак, в задании 1.4 наши кандидаты должны поддержать диалог и возразить в ответ на реплику тестера. Время выполнения указывается 1 минута и пауза для ответа 10 секунд. Но это не значит, что нужно сидеть секундомером и проверять время. Это скорее для того, чтобы можно было сориентироваться в структуре задания. То есть, что это значит? Что реплики нашего кандидата не должны быть большими, они не должны быть длинными, объемными. То есть, достаточно просто ответить. Ответ и аргумент. Все как на уровне, например, B2 и C1. Ответ и аргументация. Интенция и содержание. Итак, в этом задании всегда нужно прослушать реплики тестера и ответить, используя противоположную по смыслу слова. В чем здесь состоит трудность? Трудность состоит в том, что здесь выбирается слово в прямом переносном значении. И нужно, так сказать, с помощью контекста понять значение этого слова. Вот, например, эти яблоки очень кислые, говорит тестер. Нет, они сладкие, отвечает кандидат. Потом, например, молоко кислое, нельзя его пить. Нет, что-то молоко свежее, пей, пожалуйста. Вася весь день какой-то кислый, что с ним? Нет, Вася веселый. И вообще с Вася все в порядке, просто он очень устал. У вас есть салат из кислой капусты? Нет, у нас салат только из свежей капусты. То есть вот по контексту догадываемся о значении слов. Здесь речь идет о контекстуальной антонимии, но вот нужно выбрать противоположные по смыслу слова и выражения. Анна. При оценке письма и говорения в ТРКЮ-4, в принципе, теоретически есть понятие коммуникативно значимая ошибка, но дело в том, что если она появляется, она уже снижает очень существенно балл, потому что в соответствии с дескрипторами, например, Совета Европы, чем выше уровень, тем меньше, так сказать, вероятность коммуникативно значимой ошибки. И в принципе на ТРКЮ-4 наш кандидат их уже не допускает. Это может быть какая-нибудь случайная оговорка или какой-то частный случай, но их там уже просто нет. То есть таких вот случаев, как на Б1, там не бывает такого. Ганна Станиславовна, просто нет, недостаточно. То есть можно сказать, если за этим нет, следует раскрытие ответа. Нет, эти яблоки хорошие. То есть если после этого следует аргументация какая-то. Да, Наталья, развернутый ответ обязательно. Задание 5.8. В задании 5.8 наш кандидат должен провести два диалога. То есть если вот в задании 1.4 он выступал в качестве участника диалога, здесь он инициатор диалога. Задание длится 4 минуты, пауза для ответа 20 секунд. То есть это чуть-чуть более объемное задание. Что же здесь нужно делать? В этой ситуации всегда есть какой-нибудь конфликт. Или либо ситуация конфликтная, либо это какой-то вот разговор с человеком, который с вами ну никак не соглашается. Например, ну вот это такой вот сложный разговор с человеком, который в общем-то не обязан с вами общаться, он не обязан с вами соглашаться, и в общем-то этого и не хочет. А вы должны его убеждать. Вот. И вот что должен делать наш кандидат. Сначала провести диалог с одним человеком в соответствии с описанием ситуации, и потом второй диалог уже с другим человеком, с другим статусом, и также в соответствии с описанием ситуации в задании чего-то от него добиться. Здесь у нас ситуация такая. Наш кандидат, который, например, живет и учится в России, работает, у него, допустим, российский номер телефона, и он поехал куда-нибудь за границу, например, в командировку, и вдруг с его номера телефона, с его счета исчезает тысяча рублей. А он не пользовался роумингом. То есть он, конечно, очень удивлен, обескуражен, недоволен, и он идет в офис телекомпании. И там он должен сначала поговорить с девушкой, которая сидит за стойкой оператора, то есть она, собственно, должна решать такие вот технические и финансовые вопросы. А потом, поскольку он совсем недоволен, после разговора с девушкой оператором, он идет к администратору. То есть вот это оператор, рядовой сотрудник за стойкой и администратор этого офиса. Здесь нужно обязательно убеждать, убеждать человека. Наш кандидат должен убедить собеседника. Он должен, конечно, сначала объяснить, зачем он пришел, а потом убеждать и заставить собеседника сделать то, что он хочет. И затем он поговорит с администратором. То есть он должен сделать это в такой вот вежливой, но строгой форме, то есть высказать свои претензии и тоже добиться своего от администратора. Вот представьте, в этой ситуации нужно тоже очень строго соблюдать стилистику. Нужно представить себе, что... То есть нужно представлять себе, как это делается в России. То есть понятно, что люди бывают разные, но нужно представить себе, как это делает человек, который много учился и достиг уровня С2 в иностранном языке. То есть недопустимые грубые выражения, никто никому не грубит. То есть все строго, в очень корректной форме, и нужно выдержать вот этот диалог, чтобы это было убедительно, но в то же время очень вежливо. Диалог длится... Диалог состоит, ну, может быть, там две реплики от кандидата, две ответных реплики от тестера. То есть, в принципе, здесь не нужно... Длинные диалоги не нужны. То есть некоторые кандидаты после теста спрашивают, а почему вы меня мало спрашивали, я что, плохо говорил? Почему вот написано 4 минуты, а мы говорили 2 минуты? То есть, в принципе, он просто должен выполнить, так сказать, программу этого задания, и ничего страшного в этом нет, если он сказал меньше, ну, как ему кажется, меньше, чем нужно было бы. Просто если он вопрос задал, ответы получил, и в этой ситуации он достиг своей коммуникативной цели, то, в общем-то, все в порядке. Марина, регулируем по количеству даже не реплик, а информации. То есть мы смотрим, достигнута цель или нет. Тестер при этом обязательно следит за ходом диалога. То есть тестер старается подвести диалог. То есть тестер, он в этой ситуации друг кандидата, а не враг. То есть он направляет эту беседу и старается ее вовремя закончить. И, в общем-то, поэтому все именно по количеству информации, по достижению коммуникативной цели. Лариса, всегда оцениваем все вот эти задания, я чуть позже еще об этом скажу, по принципу оценка содержания, интенции языковых средств. То есть диалоги задания 5.8 и задания 1.4 оцениваются содержание и интенция. Самые высокие баллы, если кандидат все сказал без единой ошибки, если есть коммуникативные незначимые ошибки в небольшом количестве, тогда он получает балл ниже. Самое главное – это интенция, реализация коммуникативных задач, которые поставлены в диалоге. То есть можете на своих учениках, когда будете готовить, проверить. Вот вы им говорите, нужно, допустим, убедить кого-то что-то сделать. То есть убедите, например, сотрудника офиса мобильной связи вернуть деньги. То есть вот что нужно сказать, как нужно сказать. И тогда смотрите, какие он использовал лексико-грамматические средства, сколько там было ошибок и так далее. Итак, задание 9. Задание 9 – это два монолога, в которых нужно разъяснить понятие двум разным категориям слушателей. Лариса, в диалогах 1 и 2 присутствуют разные по статусу участники. То есть наш кандидат сначала говорит с участником одного статуса, потом с участником другого статуса. То есть в первом диалоге – это, как правило, рядовой сотрудник, а во втором диалоге – это, как правило, руководитель или какой-то человек такой, который может повлиять на ситуацию. Итак, в задании 9 нужно произнести два монолога. И вот как раз здесь нужен навык адаптации, стилистической адаптации в соответствии с особенностями собеседника, то есть по возрасту, по социальному статусу. Дается время на подготовку – 5 минут. То есть наш кандидат получает лист бумаги, и он там может сделать заметки. То есть понятно, что, например, подумал, пришла в голову какая-нибудь гениальная мысль о том, как сформулировать содержание понятия. И вот с этим листом бумаги он может прийти отвечать. В лист бумаги можно подглядывать. И тоже написано, что время выполнения – 5 минут. Но это, опять же, зависит от того, сколько… Это не столько от объема зависит, а от того, насколько действительно наш кандидат успел раскрыть понятия. То есть если он сделал хороший монолог, то зачем ему говорить долго – 5 минут. Может быть, кто-то уложится там в 3 минуты. Это вполне возможно. Какие мы выбираем понятия? То есть это обязательно что-нибудь такое абстрактное, требующее, может быть, такого философского рассуждения. И в данном случае это уважение, вежливость, совесть. И первая категория – это студенты, вторая – подростки. То есть мы понимаем, что старшеклассники и студенты – это совершенно разные категории. То есть у подростков меньше жизненный опыт, они меньше знают, поэтому, возможно, для них нужно более подробно раскрыть понятия. А для студентов можно уже оперировать какими-то другими категориями. Здесь нужно обязательно дать определение. Вот что такое уважение? Уважение – это привести примеры, если кандидат считает нужным. И здесь уже проверяется обязательно способность раскрыть содержание понятия, то есть уметь сформулировать определение. Сформулировать определение вот такого вот абстрактного понятия. Как подготовиться? То есть нужно посмотреть обязательно. Вот когда даже в начальных классах наш учитель просит, например, объяснить, дать определение какого-нибудь термина, или, может быть, если изучали что-нибудь на уроке новое, то есть, например, кто-то говорит, что, допустим, там «шторм» – это, да? Но, например, дети говорят, что «шторм» – это когда? И нам говорили всегда «скажи без «это когда». То есть нужно, значит, давать определение красиво, четко и понятно. Даже если кандидат не очень хорошо себе представляет, он, может быть, не задумывался над значением этих слов, пусть выбирает то, которое более знакомо. То есть не обязательно гнаться за какими-то вот более, не знаю, более красивыми словами и какими-нибудь более привлекательными понятиями. Пусть берет знакомое. Даже если он где-то ошибся, понимаете, понятие абстрактное, поэтому у кого-то может быть свое мнение на этот счет. То есть в части определения здесь, в принципе, ну, нет, наверное, все-таки абсолютно правильного ответа. То есть мы будем смотреть, как он описывает это, вот каким образом он об этом говорит. Надежда, к каждому заданию есть рейтерская таблица отдельная. Вот каждое задание оценивается отдельно. И каждый диалог тоже он записывается отдельно в рейтерскую таблицу. То есть поскольку у нас все-таки время вебинара ограничено, то я не стала делать рейтерские таблицы к каждому заданию, но все они есть в типовом тесте в разделе для преподавателя. И там также подробно расписывается, как начисляются баллы. То есть все можно там посмотреть. Ольга, если кандидат считает нужным, можно привести пример. И в принципе это очень приветствуется какая-нибудь иллюстрация. Но вот он может использовать пример из жизни или из литературного произведения, как он хочет, на усмотрение кандидата. В задании 10 наш кандидат участвует в ролевой игре. Как вы помните, на уровне С1, на ТРКИ-3 была ролевая игра начальник-подчиненный. И они разбирали различные ситуации, связанные с какими-то ошибками, допущенными в работе. А здесь у нас задача такая, она более такая конкретная. Здесь у нас начальник, руководитель, это как правило редактор, или какой-нибудь человек, который руководит разработкой какой-нибудь там брошюры, например. Или может быть, не знаю, они сайт вместе заполняют, сайт своей компании заполняют какими-нибудь текстами. И здесь нужно прочитать текст, который мы подготовили, в котором мы специально наделали ошибок самых разных. И вот у нас кандидат выступает в роли редактора, а тестер в роли автора этого текста с ошибками. Мы стараемся писать тексты все-таки как можно более корявые, чтобы наши кандидаты могли найти в текстах эти ошибки. И мы подчеркиваем ошибки обязательно, то есть они в тексте выделены. И вот посмотрите, значит, вот какая здесь может быть легенда. Например, в данном случае у нас компания по текстовому сопровождению бизнеса. То есть такая вот копирайтинговая фирма, в которой есть какой-то штат авторов текстов, ну и есть, конечно же, редактор или директор, какой-то руководитель, который все эти тексты отслеживает. И вот наш кандидат в роли оценщика этого текста, в роли редактора должен вызвать сотрудника в свой кабинет. То есть это вот такая часть обязательно вводная. Здравствуйте, Наталья. Я вас вызвал. Знаете почему? Я проверила ваш текст. И могу сказать, что текст мне не очень понравился. Ну, это зависит от того, как кандидат сам выберет какую стратегию. То есть он может сказать, что все в целом было хорошо, но есть недочеты. Это уже такое, ну, фантазия кандидата. Анна, боюсь, что мы сейчас не успеем, так сказать, построить определение слова «совесть». Итак, и вот сначала наш кандидат объясняет автору текста, почему он его вызвал, и объясняет, так сказать, вот в целом свое мнение о статье. Потом он говорит о том, что степень готовности задания, то есть, допустим, сколько там ошибок допущено, и много ли нужно внести исправлений. То есть, ну, такую вот предварительную оценку. Потом он выбирает ошибки, находит их, показывает их тестеру и анализирует, и предлагает вариант исправления. И потом он дает рекомендации тоже, и какие-то конкретные, и в целом, по усовершенствованию параграфа. И вот, например, вот и ситуация. У нас фрагмент текста – это статья, написанная для какой-то вот компании, которая занимается изготовлением мебели. И вот, как видите, статья намного больше, но я просто взяла маленький фрагмент, чтобы показать, что это, как это примерно выглядит. Ошибки могут быть стилистические, ошибки могут быть орфографические, может быть, ошибки такие вот на использовании распространенных устойчивых сочетаний. Что-то вот такое вот. И вот, например, вид одомос отличается суровым и изысканным дизайном. То есть, это может быть, мы бы сказали, наверное, все-таки строгим и изысканным дизайном. То есть, есть, конечно, такое сленговое выражение, то есть, интернет-мемов, там, суровый дизайн. Но на самом деле это вот, как строгий дизайн. Потом, там, и натуральным шпоном американской вишни выделяет красоту и изысканность линий. То есть, подчеркивает красоту, да, мы обычно сказали бы, создавая приличный деловой интерьер. То есть, понятно, что мы, конечно, скажем, что интерьер выглядит очень прилично, но только не в этой статье. Нет, да, то есть, мы выбираем какое-то уместное слово. И мы бы сказали, что, допустим, это будет не просто приличный деловой интерьер, да, а там солидный, допустим. То есть, вот, кандидат должен проанализировать эти ошибки и предложить какие-нибудь рекомендации по их исправлению. Здесь, поскольку часто есть такое заблуждение, что кандидат обязательно должен быть филологом, некоторые думают, что нужно обязательно сказать, какая-то ошибка, там, какая она, лексическая или стилистическая или логическая. Это не требуется на самом деле. То есть, если кандидат действительно лингвист, он может сказать, как он оценивает эту ошибку с позиции лингвиста. Если кандидат не лингвист, ну, не обязательно это делать. Предложите просто удачные варианты для исправления ошибки. И помнить нужно о том, что все это игра. То есть, здесь оценивается, я вам покажу сейчас сценарий, то есть, это все игра. Вот. Елена, да, и достойно, и лаконично, вот то, что подходит по стилю в этой статье. И вот кандидат помнит о том, что это игра. То есть, мы все равно играем. Здесь нужно попробовать просто подобрать значение. Так же точно, как на B2 в говорении, да, на C1 в говорении. То есть, нужно просто уметь ориентироваться по ситуации. Например, он увидел, да, вот там, приличный деловой интерьер. То есть, он понимает, что здесь что-то не так. Но, понимаете, вот ситуация экзамена, стресс, конечно же, бывает, что вот, ну, вот все, ну, завис. Все, вот. Можно сказать, вы знаете, вот мне кажется, что в этой ситуации все-таки неудачно использовано слово. Но вы подумайте, как можно это исправить. То есть, мы оцениваем не только, как он разбирает текст, но еще, как он общается со своим подчиненным в этой ситуации. Это тоже важный момент. То есть, вот, где что-нибудь забыл, сразу же обыграл каким-то образом. То есть, нужно стараться это делать. И вот уровень C2 – это все-таки стресс, конечно. Мне кажется, это один из самых стрессовых экзаменов. И вот, как ни странно, вот стрессовые – это низкие уровни, вот А1, А2, когда я боюсь, что я ничего не пойму. И вот C2, потому что здесь уже очень много труда вложено в изучение русского языка. Поэтому многие переживают. И вот все свои какие-то промыши, где что-то не понял в задании. То есть, можно всегда это обыграть. Поэтому напомните кандидатам, что все-таки они идут на тестирование, что здесь будет игра. То есть, идеально правильный ответ, ну, возможен, но совершенно необязательно. И вот посмотрите, какие здесь есть параметры оценки. Здесь у нас в рейтерской таблице есть сценарий, по которому проводится эта игра. То есть, что делает наш тестируемый, наш кандидат. То есть, он должен начать разговор с подчиненным. Должен высказать критическое отношение. То есть, мы представляем, что, например, все-таки, если это компания по написанию текстов, да, и если это, ну, вот, как разговаривают образованные люди, то они, конечно же, не вырывают друг другу волосы за каждую ошибку. Вот здесь обязательно такая вот вежливая, корректная беседа. Потом нужно обосновать свои претензии. Не просто сказать, ты написал неправильно. Даже если вот чувствуешь, что неправильно, но не можешь формулировать, потому что все-таки экзамен, да, у нас времени-то не так много, все равно можно каким-то образом обосновать. То есть, например, не подходит по стилю. Мне кажется, что здесь допущена ошибка стилистическая. Может быть, в этом тексте некорректно. То есть, нужно уметь это делать. Обходить острые углы. И в конце беседы нужно подвести итог. То есть, предложить какие-то, подведение итога – это предложить какие-то, так в целом, совет по улучшению текста. Подвести итог к количеству ошибок. Но, опять же, они расходятся на такой, так сказать, дружеской ноте. При этом тестер не соглашается, выражает непонимание. Просят разъяснить что-нибудь. Где-то соглашается. И в конце тоже он соглашается. Мариам, по поводу исправления каждой ошибки. Я обычно говорю кандидатам, что нужно найти 5-6 наиболее ярких с его точки зрения ошибок. То есть, у нас тексты бывают разного объема. И потом, все-таки, время-то, с одной стороны, довольно много времени дается. И мы даем время на подготовку. То есть, времени достаточно прочитать текст и найти ошибки их. Но, все равно, все-таки устают кандидаты с нами общаться. Мы их, конечно, стараемся сделать так, чтобы тест проходил легче. Но, все равно, они от нас устают. Поэтому, все-таки, примерно 5-6 ошибок я прошу найти и их обвеснить хорошо. То есть, самых наиболее таких вот выдающихся ошибок. Ошибки у нас действительно выдающиеся. Мы их сами придумываем. И что касается Макс. Это беседа обязательно. То есть, если написано, примите участие в ролевой игре, это всегда беседа. То есть, некоторые кандидаты делают такую ошибку. И на уровне B2, и на уровне C1. И вот в этом случае тоже. А они сразу же говорят все, что они собирались сказать, и все. И в итоге не состоялась игра. То есть, не было беседы. И здесь именно такой важный момент взаимодействия. То есть, вот именно такой монолог – это один вид задачи. А взаимодействие совершенно другое. Это разные навыки. И вот поэтому обязательно беседы. Здесь проверяется тактика общения. Различный подбор различных средств языковых. Анна, по содержанию баллов. Да, значит, есть пояснение. 10 – это идеальный балл. 8 – присутствует, возможно, некоторое количество стилистических ошибок. И вплоть до 2 баллов. То есть, 10 – это идеальный. А 2 – это там, где практически не выражена была коммуникативная задача. И что касается оценки, то все это можно найти в разделе для преподавателей в типовом тесте. То есть, на самом деле, я могу сказать, что вот это вот объяснение, сколько баллов, в какой ситуации мы ставим, это целый отдельный вебинар, который у нас проходят наши кандидаты, которые проходят тест для тестеров. То есть, это отдельный большой вебинар. Вот, и поэтому вот ошибки пока только приблизительно. Для преподавателя здесь важнее всего сценарий. И наше последнее задание, это самое такое интересное, задание 11 – это выступление нашего кандидата на радио. Он у нас выступает в роли представителя организации, может быть, общественной организации или какой-нибудь компании. И он должен эту организацию представить слушателям. Но самое интересное – это общественная организация, конечно, потому что понятно, что на работу в компанию многие захотят. А вот, например, какая-нибудь волонтерская работа, она далеко, так сказать, не все хотят за бесплатно что-то делать. Поэтому в общественной организации мы привлекаем людей с помощью каких-то вот таких вот интересных, увлекательных бесед, разъясняя, в чем состоит специфика работы. Значит, учтите, время на подготовку тоже есть. Здесь у нас 7 минут на подготовку. То есть можно сидеть, думать, писать свои заметки на листе бумаги и пользоваться этим листом бумаги во время ответа. Вот. И здесь у нас получается такая структура. Значит, по легенде нашего кандидата представители организации пригласили, например, на радио. И вот он должен представить свою общественную организацию, если у нее нет названия по легенде задания, он должен придумать это название и придумать концепцию. То есть, ну вот, общественная организация есть в разных городах, да. Где-то это, там, сохраним наш город чистым, где-то защищают животных, где-то помогают, например, детям, там, изучать иностранные языки, что угодно. И вот он должен подумать, вот о чем он мог, так сказать, с огоньком рассказать. Как мы в это играем? Все спрашивают, а что я там буду делать на этом задании? Вот я подготовлюсь, да, и как я буду об этом рассказывать? Мы играем в это задание следующим образом. Ну, допустим, я объявляю, там, дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях Анна. Она представит новую общественную организацию, которая недавно появилась в нашем городе. И передаю слово гостям нашей студии. И вот кандидат рассказывает о своей общественной организации. Это должен быть хороший структурированный монолог, яркий, красочный, насколько это возможно, потому что все мы, конечно, разные люди. Ну, вот, так сказать, нужно сделать все от себя зависящее, наш кандидат должен сделать, чтобы монолог получился убедительным, ярким и красочным. Потом, после монолога, вот он рассказывает об организации, и в студию начинают звонить слушатели. Но поскольку у нас нет возможности в прямом эфире принимать вопросы, то мы будем считать, что слушатели звонили, пока наш кандидат говорил, слушатели звонили и оставили вопросы. Они выражают либо одобрение и спрашивают, как вступить в организацию, как присоединиться, либо они выражают какое-нибудь недовольство и опасение. То есть кандидат должен развеять их сомнения. Это то, что вопросы слушателей, они как раз и сценария нашей игры. Вот сценарий для оценки монолога. То есть, вот посмотрите, нужно сначала представить организацию, рассказать, чем она занимается. Потом нужно сказать, какие цели она преследует. Проверяем, какие были использованы средства убеждения. В композиции проверяем логичность, связанность построения текста. То есть здесь это важно, у нас есть время на подготовку монолога. И языковые средства. То есть здесь проверяется уже полностью корректность использованных языковых средств. И вот как мы оцениваем. То есть у нас был вопрос по параметрам оценки. Для преподавателя, что важно при подготовке. На самом деле, рейтерскими таблицами пользоваться довольно сложно. Потому что нужно знать, как они устроены, как мы начисляем баллы. И при подготовке можно использовать, во-первых, сценарии. Они есть к ролевым играм и заданиям. То есть если у вас типовой тест есть, там все написано. Был также вопрос по поводу того, что типовой тест устарел, но система оценки осталась. То есть там устарело содержание. Но мы задания, конечно, мы следим, чтобы они были современными, но система оценки не поменялась. И для ролевых игр, монологов и всяких таких вот зрелищных заданий мы используем сценарий. Вы можете со студентами проиграть его. А вообще есть просто на уровнях от B2 и до уровня C2 вот такая вот структура. Интенция, содержание, композиция и языковые средства. Интенция – это для чего сказано или написано. Цель. Содержание – что сказано или написано. То есть обязательно интенция и к ней раскрытие. Вот эта информация, которая раскрывает интенцию. Различная аргументация, различные дополнения. Потом композиционная структура и форма. Структура – это логическое построение, различные нюансы оформления высказывания. И в целом корректность языковых средств. То есть на четвертом уровне, на уровне C2, вот языковые средства должны использоваться таким образом, чтобы вы вашего ученика слушали. И там было бы вообще непонятно, что это, ну, может быть, иностранец, это человек не из России, но непонятно из какой страны. У него и акцента практически нет. Акцент минимальный. Речь гладкая. Темп речи такой же, как у человека, среднестатистического носителя русского языка. Он использует идиомы. То есть вот речь его должна быть именно такой. Что касается подготовки. Конечно же, типовые тесты и наша программа. Сейчас мы готовим наш открытый вариант теста, вы сможете скоро увидеть его на сайте. То есть он проходит последнее редактирование. Долгое время по уровню C2 информации было не так много, потому что уровень не пользовался популярностью. Просто в последнее время стало все больше и больше людей, которые этот уровень хотят сдавать по разным причинам. Марина, вот знаете, здесь действительно речь идет о том, что не все могут сдать этот уровень. И можно сказать, что да, действительно, эта работа такая вот как русский язык и культура речи. И очень похожа по задачам. Очень похожа по задачам. И опыт подготовки тоже, конечно, нужен. И вот вы знаете, можно использовать не столько посыбы для иностранцев еще, а посмотреть, что же предлагается для русскоязычных. И о том, какому уровню соответствуют школьники или студенты, какому уровню соответствуют, допустим, такой среднестатистический россиянин. Были исследования, в которых говорилось, что выпускник школы, обычной общеобразовательной школы, среднестатистический выпускник, это уровень B2. Ну, опять же, с оговорками, да. Просто здесь речь идет не об уровне, это не уровень интеллекта, не уровень развития, это именно уровень языка и возможность использовать этот язык в определенных ситуациях. То есть, собственно говоря, то, о чем говорят наши коллеги, которые разрабатывают дескрипторы в Совете Европы. Можно брать, естественно, посыбы для иностранцев, для проработки различных нюансов грамматики. Вот есть книга, книги Глазуновой, грамматика, это морфология и синтаксис, зелененькая морфология, сиреневая синтаксис. Много очень хороших примеров. Книга Ласкарева и чистая грамматика, тоже хорошие примеры, можно проработать для повторения, потому что, как мы понимаем, если человек живет за рубежом, то язык начинает немножко теряться. Даже если он уезжал из России с уровнем С2 хорошим, то со временем он чувствует, что что-то подзабыл, где-то что-то немножко потерялось. Вот для того, чтобы вспомнить и освежить в памяти, можно брать посыбы для иностранцев. Очень хорошая книга, наша любимая книга, это «Розенталь. Практическая стилистика». Розенталь. Практическая стилистика. Там много очень хороших заданий, очень хорошо расписываются разные стили, и в принципе даже можно эту книгу начинать показывать на уровне B2, а на уровне C2 уже с ней работать. Да, Ганна Станиславовна, вы знаете, как это совесть, нравственный самоконтроль. И хотелось бы отметить, что действительно, по поводу самоконтроля, мы думаем, что к нам идут студенты, готовятся, мы готовим к тестированию. Мы для них программу разрабатываем, выбираем какие-то пособия, а на самом деле на уровне B2 уже, сразу после уровня B1 заканчивается наша роль как преподавателей, тьютеров, как таких вот людей, которые ведут своего ученика, так сказать, по закоулкам русской грамматики. После этого, начиная с уровня B2, мы выступаем в роли консультантов. То есть часов аудиторных, которые мы предлагаем, их очень-очень мало. И мы можем только успеть проконтролировать, как наш студент готовится, предложить ему материал, проверить, чего он достиг. И вот уровень от B2, начиная, это большая самостоятельная работа, очень-очень большая. Поэтому как раз я и не говорю о количестве часов для подготовки тоже, потому что здесь это много-много самостоятельной работы. Книги по лексике. Можно выбирать разные, вот книги прогулки по русской лексике, потом «Когда не помогают словари», «Лексика русского языка». То есть все, что относится к лексическим трудностям, помогает нашим ученикам. Можно им самим дать уже эту книгу, они сами найдут, чего они не знают, и у вас спросят. А вам важнее будет обратить внимание на говорение и письмо. Поэтому можно, в принципе, им какие-то книги даже выдать в качестве просто справочного пособия для самостоятельного изучения. По письму тоже различные такие вот издания, но это уже понятно, что на уровне C2 это скорее, они носят такой справочный характер. И хотелось бы пособие по говорению тоже, пособие по деловому русскому языку. На уровне C2 не так много материала, просто здесь вот такая специфика уровня, он действительно очень высокий. Что хотелось бы предложить? По поводу рецензий. Вот здесь есть такой сайт, называется «Кинопоиск». Кто живет за рубежом, возможно, его не знает. И вот здесь как раз можно найти не только рецензии, но можно еще найти список сериалов. Мы хотим наших студентов учить обязательно читать хорошую литературу, смотреть хорошие фильмы, но вот на уровне C2 надо обязательно смотреть что-нибудь такое плохое, для того, чтобы знать плохие слова, разные плохие ситуации. И вот на «Кинопоиске» можно найти много-много разных сериалов с описанием, с картинками, что-нибудь выбрать. И вот, собственно, рецензии там неплохие. Именно такие, как пригодились бы для задания по письму. У радиостанций есть архивы, архивы передач. Не у всех, но, например, «Вести FM», «Вести РУ», «Маяк» у них есть архивы, их радиошоу. У «Маяка», насколько я помню, даже были тексты этих шоу. То есть можно зайти и посмотреть. А у нашего радио есть еще и подкасты. То есть там довольно интересные подкасты, можно все это посмотреть. Онлайн кинотеатр «Иви». Я, опять же, к сожалению, не знаю, насколько это доступно за рубежом. Я почему могу сказать о кинотеатре «Иви»? Дело в том, что он платный. То есть там есть платный контент, и бесплатный. То есть он официальный. И он не очень дорогой, если что. То есть там, в принципе, можно найти самые разные фильмы. И, насколько я понимаю, все-таки его, наверное, можно подключить. Он доступен за рубежом. К сожалению, да, «Эхо Москвы» тоже, Марина, тоже подходит, там тоже есть архивы хорошие. Но вот «Яндекс.Эфир», там очень много тоже разных таких сериалов, которые подошли бы студентам, но «Яндекс.Эфир» работает не во всех странах. То есть, ну вот надо выбирать. Ну и, собственно говоря, для чтения, для того, чтобы писать что-нибудь, научиться писать на уровень С2, очень хорошо ориентироваться на журналы, о которых мы с вами уже говорили. И хотелось бы также, как говорит моя коллега Таиса Игоревна, она всем советует также писать изложения. То есть вот при подготовке к письму мы как-то забываем о том, что помимо таких различных коммуникативных заданий есть еще такие чисто технические. Вот поэтому можно брать для изложений, для тоже построения тезисов, для различных наших целей подготовительных брать хорошие журналы. Вот они здесь, «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Популярная механика». Они не узкоспециальные, но они просто с хорошими, качественными текстами. И, собственно говоря, на этом мы с вами заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю вас за внимание. Желаю удачи вам и вашим ученикам. И ждем вас на наших следующих вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok